После нацистского приветствия в эфире НТВ началась драка После нацистского приветствия в эфире НТВ началась драка 6.49 РИА Новости, Гуньев Сергей, студия Телекомпания НТВ РИА Новости, Гуньев Сергей, студия Телекомпания НТВ Архивное фото Москва, 16 апреля Новости Ведущий передачей «Место встречи» на телеканале НТВ Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко после того, как тот произнес нацистское приветствие Запись инцидента опубликована в Facebook телепрограмме В ходе передачи зашла речь о национализме на Украине Политолог Михаил Маркелов обратил внимание на то, что Лойко является гражданином России и в то же время сторонником националиста Степана Бандеры На просьбу объяснить, как это получилось, писатель ответил нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом. 4 декабря 2018 года, 18-14 Ведущий России один объяснил, почему выгнал украинского политолога Маркелов назвал Лойко фашистом, после чего между экспертами едва не завязалась драка Присутствующие стали разнимать мужчин, после чего Трушкин попросил писателя покинуть студию, подчеркнув, что в ней такого терпеть не будут Ведущий добавил, что телеканал намерен попросить прокуратуру разобраться в случившемся похожие инциденты на российском телевидении В конце марта ведущий этой же программы Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко Инцидент произошел при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Арсена Авакова Приглашенный эксперт потерял контроль над собой и стал кричать «Идите отдыхать», — сказал ведущий и попросил гостя покинуть помещение, но тот отказался Норкин пригрозил вызвать сотрудников охраны Только после этого Жовниренко согласился уйти 1 ноября 2018 года, час 7 Клинцевич в прямом эфире дернул украинского эксперта за бороду В феврале украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи «Кто против?» на телеканале «Россия-1» Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к произошедшей в Одессе трагедии в мае 2014 года, когда 48 человек погибли при поджоге Дома профсоюзов Кроме того, она неоднократно перебивала остальных участников передачи и переходила на личные оскорбления Участник программы радиоведущая Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за запредельную по мерзости реплику Тем не менее, Соколовская продолжала настаивать на своем, после чего ведущий передачи Сергей Михеев предложил ей покинуть студию В результате Соколовская вышла из студии В декабре прошлого года телеведущий Евгений Попов выгнал из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» украинского политолога Максима Илли Выступая, политолог говорил о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине Приводя один из доводов, он обратился к Попову и назвал его чужим именем 23 февраля 2018 года, полночь 52 украинский блогер прокомментировал драку в эфире НТВ